Мы продолжаем сейвое видео о помощи в экстремальных ситуациях при ПТСР. И сейчас Светлана расскажет вам некий эпизод, который я потом прокомментирую и дополнительно покажу. Добрый день всем. Я случайно попала в полирию. Когда прошел мастер-класс у нас в одном направлении, но после мастер-класса, уже уходя домой, случайно зашла тема того, что я проезду в Питер и спросили, откуда я, а я из Белгорода. Сами знаете, какая сейчас ситуация там. Думала, что я сильная. Думала, что мне ответила, ответила, сказала и сказала, но вопросы наводящие мне привели сразу в агрессию, в слезы. И Валерия Ивановна сделала мне простую практику, очень простую, казалось бы элементарную. Просто взяла меня за руки и в течение 15 секунд мое состояние поменялось кардинально. Я уже умывалась. Эта практика какая-то нереальна. И она очень нам нужна, необходима всем людям, которые сейчас живут в приграничье. Ну и всем, кто живет вообще в нашей родине. Нужно пользоваться, нужно делать, изучайте, будьте внимательны к себе и ищите любые пути для того, чтобы улучшить свое состояние и помогать, лукать дальше. Так, и сейчас я продемонстрирую, как эту технику выполнять на тех людях, которым нужна помощь. Они получили известие, крайне неприятное для себя. То есть они потеряли, эта техника применима в ситуациях, когда человек потерял что-то категорически ценное для себя, что является частью его. Это член семей, это здоровье, это привычное место витания, дом. Но часто это связано, может быть, и с бизнесом, и с потерей каких-то, в том числе и ценностей. Хотя чаще всего это употребляется при потере близких. Итак, если мы наблюдаем, что человек находится в какой-то такой эмоциональной погруженности, горевании, то мы просим его на решение взять за руки. Можно я вас подержу за руки? И со стороны низинца есть косточка. Вот мы просим человека поговорить, либо подумать о том, что его так сильно печалит и волнует, а сами либо делаем вот такое разминание, либо легкое постукивание, в то время, когда человек думает или говорит, будь то взрослый, ребенок, мужчина, женщина. Мы просим его погрузиться в проблему, и очень быстро, буквально в течение 15 секунд наступает обучение. Я могу сказать, да, Светлана не очень... То есть мы провели работу позавчера, и сегодня я думаю, что Светлана запишет такое сообщение, поскольку это настолько простая техника, что не верится, что она работает. И Светлана сначала отказалась, и не захотелось погружаться в то состояние, это болезненно. И прежде чем ее, ну, как бы, естественно, я сказала, ну, если мне где-то сложно, не надо записывать. И она сказала, вот я потом, и мы потом поправим состояние. И я буквально подержала некоторое время, вот таким образом, появилась у Литцак, мы не можем исправить того, что произошло. И, но тем не менее, наше спокойствие и позитивное составляющее позволит или не позволит нам, позволит, да, если они у нас есть, справляться с этой ситуацией, не сжигая себя. И после вот такой простой практики Светлана согласилась это проговорить и поделиться. Потому что, еще раз, техника реально настолько простая, что не верится, что она работает, но она работает. Если вы одни, вы получили известие, которое несовместно с тем, что мы можем осознать и прожить, и вам тяжело, но тем не менее, сделайте это для себя. Вот таким образом, косточка на тыльной стороне руки, со стороны мизинца, вы ее очень легко вот так простукиваете и думаете о том, что происходит, о том, что происходит. Еще раз, это касается потери. Вот эта точка работает, когда мы хотим восстановить себя после потери того, что мы считаем частью себя. Это могут быть и тяжелые травмы, и уход родных, близких, друзей, потеря места жительства и потеря того, что создано нами. То есть люди часто, в том числе, бизнес, он не соизмерен жизнями людей на одной руке, потом на другой, но тем не менее, это бывает тоже настолько тяжелая утрата, что люди потом и, ну, как бы очень быстро могут и уйти из жизни, когда они теряют то, на что они положили всю свою жизнь. Итак, с верой в то, что вам это всем поможет, с надеждой, и вы можете обращаться, писать мне на канал под этим видео, и я постараюсь также оказывать вам какую-то поддержку и доснимать дополнительные видео с самыми простыми, но работающими техниками. Спасибо вам, друзья. Я вас благодарю.